А вы знали, что раньше, чтобы поговорить с другом, нужно было сначала дозвониться до оператора, сказать ему имя и фамилию человека, с которым ты хочешь поговорить, и он тебя соединял с ним. И, естественно, всё это в пределах одного города. А что, просто набрать номер нельзя? Ну, тогда этого понятия просто не существовало. Такая система работала до 1879 года. Тогда в одном из городов Америки началась эпидемия кори, и оператор тоже заболел. Представьте себе, оператор на больничном, и все просто-напросто остались без связи. Ужас какой-то! Да, тогда-то и решено было перейти на систему телефонных номеров. Эта система явно лучше предыдущей, раз ей пользуются уже не первый век. А откуда такие данные? Да с одного сайта. Кстати, в подборке найдено в сети, и не такое узнать можно. Вас тянет в интернет? Вы подхватили вирус? Так пользуйтесь этим! Проводите время в глобальной паутине с пользой! Наша еженедельная рубрика «Найдено в сети» научит вас это делать. Кто не знает Windows? Windows знают все. А каким он был лет, скажем, 20 назад? Версия 3.1 известной операционной системы вышла в 1992 году. Сегодня едва ли кто пользуется ей. Или есть такие? Непременно напишите нам. Ах да, если вы соскучились по 3.1, спешите на сайт mikaelv.org. Здесь можно попробовать ретро-браузер, посмотреть, какими были различные приложения. Кстати, браузер прекрасно работает, а в библиотеке медиапроигрывателя хранятся ролики с Ютьюба. И простенькая игра имеется. Хотите посмотреть несколько интересных штучек? Например, на электронную книгу, которую можно листать, как традиционную бумажную, так как она имеет несколько страниц, конечно же, электронных. Увидеть такой необычный девайс можно на сайте проинтересная.ру. Технология гибких дисплеев привела к созданию гибкого компьютера, монитор которого вытягивается как лента, а валик оснащен гибкой клавиатурой. Часто в последнее время стали совмещать ретро и современность, как, например, в этом телефоне. А вот эта клавиатура настоящая, то есть ее можно использовать, это вовсе не сувенир, если, конечно, вам удобно работать с волнистыми клавишами, а выполнена она из дерева. Новости технологий собраны здесь, itworld.com. Сайт англоязычный, поэтому пользуйтесь онлайн-переводчиком. Google Translate в этом случае особенно рекомендую. Здесь можно не только узнавать о новинках IT-индустрии, но и прочесть статьи о различных экспериментах, связанных с компьютерами. Например, один из авторов проводил опыт, насколько легко пользоваться только горячими клавишами, не используя мышь. Таким образом он работал целую неделю. Предлагают тут подборку различных гаджетов, сделанных вручную. Может, и вам удастся что-нибудь сотворить своими руками, воодушевившись увиденным. Кроме того, здесь приводится 9 причин перейти с Facebook на новую соцсеть Google+. Еще несколько свежих новостей мира хай-тек можно найти на сайте techvesti.ru. Этот сайт русскоязычный, так что если на английском вам читать сложно, загляните сюда. Здесь можно узнать о 3D-принтере, который работает на солнечных батареях. Он создает трехмерные модели из песка. А еще прочитайте о специальном устройстве, которое может любой телевизор превратить в сенсорный дисплей. Вот эта необычная футболка может служить не только предметом одежды, но и зарядкой для сотового телефона. Если вам не очень интересна сфера гаджетов и компьютерных технологий, загляните в рубрику «Космос или архитектура». На сегодня этого достаточно. Сходите только на проверенные и полезные сайты, которые советует рубрика «Найдена в сети». Продолжение следует...